В задании городской думы пытался ввести в повестку дня вопрос об обсуждении положения дел на Томсомольском наморе авиационном заводе. Большинством голосов депутатов думы, которые являются членом партии «Единая Россия», этот вопрос в повестку дня не включили и обвинили его, что он пиарится. Это я, так сказать, порядок репети, что, значит, можно ждать от нынешней действующей власти. У меня вопрос к Олегу Григорьевичу. Олег Григорьевич, ну не знаю, что у нас, это сейчас, можно сидеть. Разрешаю. У нас это все-таки репетиционерное общество открытого типа, которое каждый год утверждает бюджет общества. Вот они вот сейчас на днях должны были утвердить. И среди прочего есть статьи, которые конкретно указывают, сколько средств должно тратиться из бюджета общества на оплату труда. Они этот бюджет утвердили, и теперь он для них является законом, конституцией и строевым уставом. Вот как вот быть вот в этой ситуации с вашей точки зрения? Спасибо за внимание. Дело в том, что предприятие это не муниципальное образование, не Российская Федерация и не Хабаровский край. Вот для этих органов, которые я назвал, там действительно существует годовой бюджет. Которые поправки уносят регулярно. А для предприятия есть такое явление, как заказы. Поступили заказы, сделали, выпусывали продукцию, продали, получили доход. Поэтому акционерное общество и ООО, и индивидуальные предприниматели получают столько денег, сколько они заработали. Сколько продукции выпустили, сколько продали этой продукции, столько они получили. У них нет финансирования того, чтобы из бюджета Российской Федерации получили 20 миллиардов рублей. Нет, дело в том, что в данном случае мы не совсем... Самое главное, сделать и продать. Чтобы продукция была конкурентоспособной, чтобы покупалась. И вот что самое главное. Что должны высший менеджмент сделать. И вот мое мнение еще, коли затронули вот эту тему, высший менеджмент. Мое мнение такое, что если брать такой завод, как Боинг, и наш завод, выпускают тоже самолеты. Если поменять местами наших руководителей и с руководителями завода Боинг, то через полгода наших руководителей, как будут поруководят Петров, Агарков и другие ответственные лица, то через полгода завод Боинг накроется медным тазом. Если же такую рокировку произвести с рабочими, которые здесь сидят, поставить к тем же станкам и с их организацией труда, то никаких изменений в худшую сторону на заводе Боинг не произойдет. Это вот мое личное мнение. Нет, я дело почему спрашиваю. Хотел бы обратить ваше внимание. Сейчас наш завод выполняет заказ в рамках государственного уронного заказа. Конкретно, в том, что Су-35 и прочие самолеты строят. Это все идет финансирование из государственного бюджета. И как нас уверяет наш главнокомандующий, даже финансирование идет авансовым порядком, чтобы все это было лучше финансировать, лучше заводы поработали. Вот как в этой ситуации-то быть так? Мы же вопросы поднимаем о том, что правительственная комиссия должна работать. Поэтому, как я и сказал, чтобы... Разрешите, я отвечу на этот вопрос депутат Городской думы Хрущев Игорь Юрьевич. Откуда бы финансирование на производство летательных аппаратов не производилось, никто не отменял юридического статуса акционерного общества, которое выполняет заказ в соответствии с подписанным договором с тем же Китайской Народной Республикой, с тем же Министерством Обороны. Поэтому денежные средства распределяются именно так, как пояснил мой коллега Олег Григорьевич, в соответствии с выполненной работой. У нас есть пример нашего соседнего завода, судостроительного, который заключил контракт на строительство корвета в два раза дешевле, чем стоит реально. Может быть, здесь такая же ситуация? Я могу пояснить по соустроительному заводу. Этот корвет, сроки переносились уже неоднократно в выполнении этих технологических аппаратов. Семь лет уже он. И то, что сколько средств осталось от второго корвета, который только начали строить, это большой-большой вопрос. Я хочу вернуться к практической стороне вопроса, задать работникам производства. Скажите, пожалуйста, вам на руки предварительно перед началом месяца выдают наряды. Вы знаете, сколько вы заработаете по нарядам на следующий месяц? Нет. Нет. Значит, процент технически обоснованных норм в ваших маршрутных картах, вы знаете, какой относительно хотя бы примерно составляет? Я так понимаю, что я сам работал на заводе, значит, что? Есть технически обоснованные нормы, то есть рассчитаны нормировщиками с учетом имеющегося оборудования, значит, привыкнуть труда этого оборудования. И есть опытные нормы, которые должны учитывать ваше хождение, другие цеха, значит, куда-то там, на стенды, на склады. Вот когда я на заводе работал, значит, организация труда была следующая. Значит, плановик, комплектовщик знает на основании сменосуточного задания, у меня здесьчики тоже были, заказывают предварительно все детали, все заготовки, все вспомогательные материалы, инструменты. Все это привозится к рабочему месту. И так как он сдельщик, он должен работать на своем рабочем месте, не отвлекаясь ни на что. Если на что-то отвлекается, на это должны выпускаться дополнительные наряды. Я хочу знать, есть у вас? Нет, мы с нами сейчас ходили и стали. Понятно, спасибо. Значит, еще второе вопрос. По модернизации. В цеху проводилась у вас модернизация или нет, я не знаю. Если проводилась, менялись станки, значит, новые технологии, новые линии, какие-то... Как это повлияло на наряд, на вашу, на производительность труда? Вам доводили это до света? Понятно. Третий вопрос. Когда было последнее профсоюзное собрание, на котором обсуждались вот эти вот предоставления? Мы не знаем даже членов, по большому счету, кто представляет. То есть вы не помните такого. А у вас, кстати, вы... При ваших вот этих вот спорах присутствовали... Конечно, в ваших месяц, кто член процедуры... Я извиняюсь. Присутствовали при ваших вот этих вот выяснениях отношения, значит, приходили ли к вам номеровщики, технологи, значит, разбирались ли вы этого, значит, вопросов? Нет. Как реагировало руководство, вы мне рассказали, то есть проводили собрание начальника цеха. С нами двумя. Ну, у меня вопрос... Мы, по сути дела, постарались оказать просто мощное психологическое воздействие, запугать людей и добиться того, чтобы история эта не получила широкого распространения. То есть, я так понимаю, это одна из важнейших задач руководства предприятия. Я буквально тоже несколько слов скажу, потому что с этим предприятием уже, как говорится, не первый раз мы сталкиваемся с проблемами завода Гагарина. Ну, я депутат законодатель Думы Хабаровского края, воеводин Вадим Александрович. Сидят представители Дальневосточного, Комсомольска здесь, нашей газеты городской, и публиковали они материалы в том числе. И эта газета публиковала по эти истории с ученическими договорами, судебный процесс по делу. Дай бог памяти Макара, Дмитрия Ярославовича и так далее. Вот как раз сейчас поднимался вопрос по ученическим проблемам. Правильно, там человек уволился, потому что он считал, что должным образом обучение не проводится. И на него подали в суд с требованием взыскать за обучение крупную сумму. Естественно, он обратился к нам, куда ему еще было обращаться. Завод выиграл сотни подобных исков, но когда мы вмешались в этот процесс, что выяснилось? Выяснилось, что, оказывается, теоретическая часть вообще не проводилась. То есть на заводе должна быть теоретическая часть, там 48 часов. Про нее вообще забыли благополучно. С ним не работали. Далее, значит, выяснилось, что его мастер, наставник, вообще, оказывается, на определенный период ушел в отпуск по обучению. Он обучался в техническом университете, то есть никак он заниматься с ним не мог. Чем занимался в это время ученик? Он в это время убирал снег на территории и так далее и тому подобное. Вот благодаря всем этим фактам, в принципе, удалось добиться того, что требования предприятия признали незаконными. Но таких случаев мало. Таких случаев мало. Это просто, я говорю, люди вот обращаются к нам сюда, в городской комитет, и с помощью депутата, с помощью юриста и так далее, удается как-то эти вопросы решить. То есть, чтобы вы понимали, насколько серьезная проблема. Проблема кадров на заводе очень серьезная. Потому что вот сидят специалисты, да, слесарь пятого разряда, уйдет с завода. Чтобы подготовить человека такой высокой квалификации, нужны годы. Если такое отношение будет к ученикам, кто там останется.